Бойцы после двухнедельного отпуска отправились в зону СВО. Насколько актуален сегодня набор на службу по контракту, о новинках на передовой и поддержке наших ребят, поговорим с руководителем Центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики Ильдаром Занедином и заместителем начальника Центрального штаба формирования добровольческих батальонов республики полковником Борисом Мужавировым. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Ильдар Уалович, мы об этом говорим каждую неделю. Вот меняется ли ситуация, насколько сегодня актуален набор на контрактную службу? Да, актуальность остается. Какая была, такая и есть она. И я бы не сказал, что где-то замедление люди идут. И также сами добровольцы приходят и просятся на СВО. Актуальность есть, конечно, да. Мы продолжаем, так и продолжаем встречать наших добровольцев. У нас на Айской 63, пожалуйста, всегда. А какие-то изменения в наборе сегодня наблюдаются ли? Какие-то нюансы? Ну, знаете, уже в прошлый раз мы говорили о том, что дополнительно есть одноразовые выплаты. Это город и республика по 100 тысяч. Это была тогда новинка. А на сегодня, наверное, за неделю ничего не изменилось. Ну, по крайней мере, на местах, конечно, есть кое-какие требования, потому что уже зима наступила. И, конечно, есть что-то уже, конечно, изменяется. И доставка тех гуманитарной даже помощи, она видоизменяется. Сейчас, смотря на зиму уже, конечно. Ну, об этом немножко попозже поговорим. Ну, естественно, вот могу сказать, что действительно там требования еще какое-то. У нас полк сами, знаете, уже с лета находится на зоне СУ. Есть потребность водителей, танкистов не хватает. Операторов БПЛА обязательно нам надо, в ближайшее время надо, мы обучаем, и надо усилить обучение операторов БПЛА. То есть в пределах 100 человек нам требуется. То есть водителей более 20 человек, наш полк Башкортостан. Ну, и постоянное комплектование же идет. Поэтому точное направление мы на наши бадуроводческие батальоны, формирование наше, какие заявки идет, мы стараемся подобрать по военно-учетной специальности, если нужно съедиться с фигистом, если нужно танкистом. То есть мы точное направление, то есть продолжаем наше комплектование наших батальонов. То есть где возникает какой-то пробел, вы его закрываете. Да, да, да. Пробелы, если есть, мы стараемся, эти пробелы закрыты, и в ускоренном варианте мы как бы из нашего вот этого потока продовольцев-то подбираем. То есть стараемся, вот водители, сейчас в нынешний момент 20 водителей требуется. Вот так вот, стараемся вот так. Раз уж мы сегодня заговорили о новинках сразу, да, аж конкретно на передовой какие-то новинки сегодня наблюдаются, какие-то, может быть, новые оружия. Я слышала про так называемые стрелы Путина, звучит необычно. Ну да, действительно, с 7 ноября такой ролик в интернет-сайтах ходит. Это вот новейший боеприпас, который вот в интернете я тоже сегодня прочитал, изучал, как говорится, мы изучали об этом, читали, нам рассказывали об этом, что это мотив 3М называется, который используется как бы одной из частей нашей авиабомбы, планирующей авиабомбы, которая ПБК-500У называется. Ну он как система такая, он у него как бы инфракрасное как бы... Излучение? Излучение он, мотив 3М он изучает и находит сам цель, и получается, он когда спускается парашютом, 17 метров в секунду, то есть на 150 метрах высотой он разрывается и как бы поражает, как бы, ну, наподобие стрелы, что ли, типа так скажем. Вот поэтому называют его так... Необычные. Необычные так стрелы Путина его называют. Вот название такое придумали, так, в Европе, так вот, в интернет-сайтах пишут так. Действительно, новейшие... Действительно, у нас вот в нынешний момент, да, новое вооружение, но действительно, в связи с участием СВО практически меняется, то есть система защиты, система наведения, система активной защиты, так, в танках и так далее, там, бронетранспортерах, как бы, приборы ночного видения, то есть тепловизора, то есть система защиты, то есть, как бы, она идет на порядок, идет, идет, как бы, сопережением, чем, допустим, до 22-го года было. Ильдар Валович, а вот что касается конкретно каких-то, может быть, предметов обихода или чего-то другого такого, в чем нуждаются сегодня участники СВО, еженедельно меняется ли, вот, например, в чем особенно сегодня нуждаются участники СВО? Может быть, кто-то хочет помочь, но не знает, чем полезнее будет. Вы знаете, все-таки мы останавливаемся, опять-таки, на оборудовании, это всегда востребовано, и, опять скажу, неизменно, это тепловизоры и квадрокоптеры, вот это основное. Практически остальное для них, наверное, не такая уж острая потребность. Если бы того, в смысле, ну, сейчас скоро зима настает, печки, буржуйки и так далее, вот теплая одежда, то есть, начиная с носки, шарфы, шапочки, то есть, флиски, так, да, вот тоже вот это необходимо, то есть, когда вот к нам обращается, что нужно, необходимо, то есть, мы заявку получаем от наших батальонов и так далее, мы определяем, мы стараемся, чтобы не нужно, отвозить туда, чтобы необходимость, то есть, допустим, просят шансовые инструменты, римбат просят инструменты, кувалды, ключи, топоры, молотки, вот такие римбат просят, гаечные ключи, допустим, накидные ключи. Штурмовый отряд просит тепловизоры и так далее, приборы ночные введены, блокпостах тоже просит тепловизоры, то есть, как бы приборы ночные введены, то есть, как бы вот таком мы стараемся, то есть, если автомобильная рота, то есть, просят транспорт какой необходимый, вот стараемся, то есть, как бы определиться, то есть, конкретно, что необходимо, в первую очередь, допустим, дизель-генератор, сейчас холодно стало, то есть греть, ну, уже, блин, даже и так далее, дизель-генераторы, то есть к зиме она вот более актуальна, то есть, сами знаете, как бы темно становится, летом-то как бы все равно, луна и так далее, все-таки день длинный, а сейчас-то практически 5-6 вечера уже становится темно. Одно из таких востребованных, я как уже понимаю, это квадроциклы. С большими колесами, квадроциклы, ребята получили один квадроцикл уже, и те ребята, которые вот в отпуск приходили, они показывали, как уазики застревают, и там только Уралы проходят, поэтому, конечно, если возможно есть, туда поставка квадроциклов на организовать с большими колесами. Вообще сегодня тема добровольчества, она очень развивается, прям большими шагами. Вот у вас есть ли возможность добровольцам оказать какую-то поддержку, то есть, чтобы вот у вас именно работать? Есть ли такая возможность в штабе? Ну, да, мы практически всегда, когда кто-то приходит еще, если не готов, идти, мы предлагаем у нас остаться в штабе, продолжить работу, и в филиалах, либо и на сегодняшний день, я скажу, где-то около 15 человек, те, которые хотя бы какой-то небольшой даже период поработали в нашем штабе, они ушли туда добровольцами. А, вот когда? Да, да. И командирами. Наша вот эта, допустим, поддержка, да, обращаются же наши, находятся ребята в зоне СО, какие-то житейские проблемы, там, починят ворота, заборы и так далее. Они заявку как бы обращаются к нам, мы обращаемся к главам администрации, практически решаем такие вопросы. Допустим, вот есть в одном районе, там, заготовкой он дров занимается, наши волонтеры, да, забор чинят. Это вы имеете в виду, когда мужчины отправляются на СВО, что-то... Да, то есть, получается, иногда ведь не только наши добровольцы, есть у нас и мобилизованные находятся, то есть о них тоже не надо забывать, они больше года находятся, а ведь у некоторых маленькие дети или престарелые родители, которым тоже надо помочь, сено привезти надо, особенно деревенским, там, заготовку дров надо сделать, скопать огород, спахать надо уже весной, помочь посадить картошку, то есть очень много обращается. Плюс, естественно, обращается с вопросами, допустим, ребенок, если учился платным, на платным, то есть перевести на бюджет просит. То есть у нас вот не один случай, то есть мы много в этом году письмо написали в Башгутском университете, ну, сейчас по-другому называем, как бы в Медицинском университете, нефтяном, то есть много детей мы перевели на бюджетные места, протирки, и они, естественно, получают льготы, вплоть до питания и так далее, в вузах и так далее. Мы ходатайствуем, мы ходатайствуем, чтобы было проще процесс наладить. Да, все равно обращают внимание на наше ходатайство, и уже на месте, если все это нормально, законно, проверяют все документы и, конечно, переводят. Льготы дают. Штаб работает уже, ну, почти год, да, с февраля же уже, с 21? 23 ноября будет 9 месяцев, как мы безостановочно, да, будем уже работать. За это время, наверное, кардинально работа поменялась. Может быть, изначально одно предполагали, а по факту вышло что-то большее. Ну, наверное, скорее всего, да, мы начинали как-то... Ну, основное, что осталось, это та коммуникация, которую мы выстроили еще в начале. Это с главами, с военкоматами, и БАШ-военкоматом, и с призывным пунктом. Вот как работали, вот это у нас осталось, конечно. Первый месяц, как мы отладили, так и работаем. Остальное, конечно, что-то меняется, да, мы сами чему-то там новому учимся, и поэтому, конечно, уже и ситуация поменялась. Уже люди уже приходят, те, которые мы помогали оформлять документы и отправляли через БАШ-военкомат, они уже приходят в отпуск, и мы уже с ними встречаемся, и они уже, конечно, совсем уже другие вопросы нам подвешивают, будем говорить. Да, и вы тоже решаете. В какой степени, да, да. Спасибо вам большое за эту работу и за это интервью. Я напомню, что гостями нашей студии были руководитель Центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики Ильдар Зайнидин и заместитель начальника Центрального штаба формирования добровольческих батальонов Республики Башкортостан полковник Борис Мужавиров. Оставайтесь на телеканале СяУФА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова